Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Китаво», когда придешь. Но до этого я хочу, конечно, сказать о моем одном самом любимом празднике. Это праздник Шавот. Да, я много раз признавался о том, что я очень люблю чистки, которые являются неотъемлемой частью праздника Шавот, и поэтому люблю этот праздник. Ну, еще учить Тору и так далее. Но, честно говоря, наверное, причина, почему так многие любят праздник Шавот по сравнению с Росшана, Пейсахом и другими праздниками, до подготовки, как таковой, особо нет. Да, сфера Саомер, духовная работа над собой. Ну, что там, выспался днем, ночью поучил Тору, на утро поел чистки с мороженым и, в общем-то, послушал 10 заповедей и отпраздновал. То другое дело Росшана. Конечно, это не Пейсах, которому нужно готовиться физически, выдраивая весь свой дом, офисы, все помещения, к которым вы когда-либо прикасались за прошедший год. Но Росшшана — это суд, и к суду у нас особая подготовка. И именно поэтому наша глава, глава Китаво, которая всегда читается в канун Росшшана за шаббат или за два шаббата до Росшшана, включает в себя 98 проклятий. Страшные вещи там сказаны, точнее, не проклятия, а предупреждения. Если мы не то, то с нами будет совсем не то. И я не буду сейчас эти страшные вещи перечислять. Надеюсь, что вы придете в синагогу их послушать, потому что их специальным образом читают каждый шаббат. Но парадокс заключается, что перед моим любимым праздником Чизкейка, праздником Шавот, тоже читают эти же проклятия. В главе Бехукатай, только их в два раза меньше. Там упоминается 49, в нашей главе Китаво упоминается 98. В чем такая разница? Потому что что произошло в праздник Шавот? В праздник Шавот Всевышний нас вывел из Египта, привел к горе Синай, спустился, дал нам Тору и отпустил. Мы были пассивными слушателями откровения на горе Синай, где нам дали Тору и определили наш народ как конституционный народ. Но Тора — это инструменты для того, чтобы из созерцателей, наблюдательных, пассивных участников дарования Торы стать участниками, именно созидателями этого мироздания. И на суд, дамы и господа, мы приходим вершить свой собственный приговор. Мы приходим уже как участники. И поэтому подготовка должна быть несравнимо более скрупулезной. Поэтому и проклятий, точнее предупреждений, у нас в два раза больше. Потому что мы должны в первую очередь понять свое положение в этом мире и сделать свой объективный суд для того, чтобы прийти на суд уже не с трепещущими коленками, а как на праздник, осознавая, какое наше положение и исправляя его. Та же самая параллель, говорит Любавич Скиребе, относится и к нашей общей еврейской истории. Мы находимся сейчас уже не в первом изгнании. Первое изгнание было египетское изгнание, которое длилось 400 лет, 210 лет. 80 лет каждый подсчитывает по-своему, которое закончилось триумфальным выходом из Египта, чудесами, получением Торы на горе Синаи в конце строительства великолепного первого храма царем Соломоном. Второе изгнание длилось всего 70 лет, выход был не столь помпезный, второй храм не доходил до уровня великолепия первого храма и его святости. Но наше с вами изгнание длится уже практически 2000 лет. И что мы можем увидеть по закономерности, что точно так же, когда подготовка к празднику Шавот делает этот праздник важным праздником, но праздником нас как слушателей, а подготовка к Роша Шана в два раза больше, если не гораздо больше, чем в два раза больше, делает нас участниками суда, точно так же говорит Любавичский Рэбе. И наше изгнание, чем больше мы ждем, тем великолепнее будет избавление. Надеюсь, дамы и господа, наша с вами подготовка как к Роша Шана, так и окончательному избавлению уже закончилась. И дай Бог, чтобы этот Роша Шана был первым праздником в периоде, который будет сплошным праздником, праздником прихода Машеха. Успехов, до встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин